Это Айтрис ТВ, я Валерий Крушинский и сегодня мы поговорим о следующих поколениях складных телефонов. Стоит ли ждать складных телефонов из трех и более частей? Ведь если разделить корпус телефона на три части, а потом сложить их одна на другую, то смартфон будет слишком толстым. Что же предлагают изобретатели для решения этой проблемы? Узнаем из свежей патентной заявки компании Samsung. Размышляя над этой проблемой, изобретатели внимательно посмотрели на складные телефоны с гибким дисплеем Z Fold и Z Flip. И вот, что они предложили в одной из их патентных заявок. На этом рисунке из патента, как вы видите, они предложили складывать смартфон не пополам, а сделать складными левую и правую части смартфона. И при этом на складной части с левой стороны будет расположен оптический модуль с четырьмя камерами. И если дисплей телефона полностью открыт, то при съемке фотографий передней камеры пользователи смогут увидеть на дисплее большое превью всего фото и всех его деталей. Кроме того, как мы видим на этом рисунке, изобретатели подумали, что пользователям будет гораздо удобнее пользоваться таким раскладным на три части телефоном во время съемки фронтальных фото, отогнув одну из частей на себя или от себя. Заметим здесь, что спроектировать два шарнира телефона можно, но делать дисплей, способный сгибаться вовнутрь и наружу 200 тысяч раз, не так-то просто. Посмотрите на этот рисунок внимательно. Когда правая сторона складывается вовнутрь, то часть дисплея в районе сгиба сильно сжимается, а когда правая сторона отгибается наружу, то та же часть дисплея ужасно сильно растягивается. Но зато при вертикальном дизайне и двойном горизонтальном сгибе при разделении телефона на три части изобретатели получают преимущество. Теперь телефону не нужна отдельная селфи-камера. Посмотрите, при вертикальном расположении телефона теперь можно просто отогнуть верхнюю часть вниз и весь модуль камеры, состоящий из четырех камер, будет направлен на свое любимое лицо и можно будет снимать селфи супер высокого качества. И это здорово, ведь уже сейчас некоторые флагманские модели имеют 100-мегапиксельные камеры. Нужно отметить, что при дизайне с вертикальными сгибами дисплея и разделении телефона на три части есть еще одна проблема. В сложенном состоянии телефон получается довольно толстым, ведь его три части лежат одна на другой. Как изобретатели собираются решать эту проблему? Однако в этом дизайне есть и свои преимущества. Посмотрите, при складывании в одном месте дисплей складывается вовнутрь, а в другом наружу. То есть изобретатели разрешили противоречия в пространстве, в одном месте дисплей при складывании растягивается, а в другом сжимается. И это гораздо лучше для здоровья и долголетия гибкого дисплея. А на рисунке из этого патента видно, как изобретатели атаковали проблему толщины сложенного втрое телефона. Посмотрите, корпус телефона под дисплеем спроектирован не прямым, а наклонным, так что когда он складывается, он занимает значительно меньше места и общая толщина устройства уменьшается. Кроме того, при этом дисплей, складываемый вовнутрь, может сгибаться вдоль большего радиуса, и в этом случае срок его жизни может быть значительно больше. Я думаю, что многие пользователи надеются, что складные телефоны смогут развиваться от складывающихся на две части к складывающимся на три части. И это правильно, ведь согласно три с паттерном эволюции должен появиться сначала один сгиб, потом два сгиба, потом три, а потом полностью гибкий дисплей. Но не забудьте, что индустрия изготовления дисплеев десятилетия шла к надежным дисплеям с одним сгибом. Будем надеяться, что на два и более сгиба потребуется гораздо меньше времени. Кроме того, как вы заметили, изобретатели должны разрешить противоречие с толщиной, чтобы смартфон в сложенном состоянии был тоньше и комфортно поместился в карманы пользователей. А если вам понравилось наше видео, то ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Спасибо, что изучаете ТРИС с АйТРИС ТВ. До следующего видео!